Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами продолжаем наши беседы о горе вознесения, о месте, откуда Господь наш Иисус Христос вознесся к своему Отцу, оставив обетование о совершенстве Святого Духа своим ученикам и апостолам. Какова же была дальнейшая история Святой горы Елеонской, Масличной горы, которая на самом деле сама, как мы уже говорили, представляет из себя весьма такую занимательную, интересную, полную всевозможных событий, в том числе и драматических и трагических событий повести. Ну, после вознесения Спасителя на небо, Елеонская гора почиталась верующими христианами, как мы это доподлинно знаем, буквально с самого начала этих событий. Это было связано также и с Пресвятой Богородицей, которая нередко избирала Елеонскую гору для своих прогулок, в то время, пока жила в Иерусалиме, когда приезжала в Иерусалим. И здесь она удостоилась и благовестия о своем скором отшествии к возлюбленному сыну. И поэтому это место весьма рано начало почитаться христианскими паломниками. Естественно, разрыв такой паломнической традиции совершился в те времена, когда Иерусалим находился в состоянии каких-то войн, бунтов, непокоя, как, например, естественно, во время осады Иерусалима в 70-м году войсками будущего императора Веспасиана и также будущего императора Тита, его сына. В это горестное время, когда Иерусалим был обложен римскими войсками со всех сторон, пострадали и знаменитые такие прекрасные пасторальные оливковые сады Елеонской горы, которые дали ей историческое название. Все древние оливы были вырублены римскими воинами как для того, чтобы сооружать осадные приспособления машины, при помощи которых они готовились к штурму города так и просто по необходимости для того, чтобы в протяжении всего этого достаточно продолжительного времени осады, ну и элементарно, дровами поддерживать тепло, готовить пищу. Поэтому ни одной из древних олив, которая была бы свидетельницей молитвы спасителя в Гефсиманском саду или его вознесения на вершине Елеона, к сожалению, сейчас на Елеонской горе не осталось. Тем не менее, после того, как Святая Земля умерилась после всех возмущений Первой и Второй еврейской революции, войны против Рима, сначала во время восстания 70-го года и затем во время восстания Баркопы в 132-135 году, которое с большой жестокостью было подавлено императором Адрианом. И мы знаем, что по приказу Адриана сам Иерусалим был фактически уничтожен. Древний Иерусалим, он был символически распахан, на его месте был создан новый город, который назывался Элия Капитолина. Но надо сказать, что в памяти христиан это мало что изменило. Они приходили, как и прежде, для почитания мест, связанных с рождением, жизнью, смертью, вознесением Господа нашего Иисуса Христа. Приходили также на Елеонскую гору, на которой тоже со времен Спасителя мало что изменилось. Самые, наверное, такие бурные изменения приходятся на IV век. В это время Элион из такого, ну как сказать, коммунального сада жителей Иерусалима, их таких садов, садовых участков, которых они привыкли выращивать себе урожая оливок и оливкового масла, превращается, ну просто в такой монашеский город. Можно сказать, что Елеон становится таким монашеским, монастырским отражением святого города Иерусалима. Ну о том, насколько плотной была эта монастырская застройка, можно судить потому, что к VI веку на Елеонской горе в пик существования там византийской традиции монашества существовало 24 обители. Представьте себе только это количество, и вы поймете, что, в общем-то, практически вся Елеонская гора состояла, была покрыта большим числом монастырей. Первыми из таких вот монашеских жителей, которые населили иноками пустынную и покрытую садами Елеонскую гору, церковные предания называют Иннокентий-Италийца и Пресвитера-Паллади. Иннокентий-Италийц был как раз таки тем игуменом монашеского братства, при котором совершилось, как повествуется Дмитрием Ростовским, святителем, первое обретение главы Иоанна Предтечи. Но, однако, по преданию Иннокентий-Италийц, эту главу не стал как-то широко вот так вот о ней оповещать никого, но, обретя ее при строительстве, на том месте, где стоял один из летних дворцов Ирода, он опять скрыл ее в некоем другом месте. Существует также предположение, но вообще-то такая история с обретением главы Иоанна Предтечи, она полна большим количеством различных версий, несколько запутана. Существует предположение, что она была в это время унесена в Самарию, и уже там, во время гонения императора Юлиана-отступника, спасена от уничтожения и опять возвращена в Иерусалим. Тем не менее, и первое, и второе обретение главы Иоанна Предтечи совершается как раз-таки на вершине Леонской горы, недалеко от того места, где Господь наш Иисус Христос вознесся на небо. И там, в этой монашеской среде иноков в монастыре святая глава Иоанна Предтечи и хранилась на протяжении достаточно долгого периода своего почитания. Пресвитер Палладий, о котором мы говорили, который также оказался основателем одного из первых монастырей на Леонской горе, это как раз-таки тот самый Палладий, которым мы обязаны составлением замечательной книги сборника, повествующего о подвигах и традициях древнего палестинского монашества, который называется «Лавсаек». Это один из первых таких вот как раз-таки то, что называется отечников или потеряков, то есть сборников кратких историй из жизни святых отцов, пустынников и их каких-то очень достопамятных, важных для потомков высказываний. Вот как раз-таки здесь, на Леоне, и подвязался его составитель тот самый Палладий, под именем которого мы до сих пор эту книгу и читаем. Здесь же на Леоне поселяется и еще один составитель знаменитого потеряка, однако написанного на латинском языке. Это Пресвитер Руфин, тот самый Пресвитер Руфин, который оставил нам тоже знаменитую книгу 4 века «Жизнь египетских отцов». Те, кто знакомы со святоотеческой литературой, прекрасно себе представляют, о какой книге идет речь. Именно там сохранились многие замечательные высказывания и истории из жизни преподобных отцов, основателей египетского монашества. Спутницей Пресвитера Руфина была его духовная дочь, которая также поселилась вместе с ним на Ильонской горе, известная под именем Мелании. Но вот в традиции нашей православной церкви, к сожалению, существует вот такая очень важная, на мой взгляд, лакуна, такая, так сказать, прореха. Мы сейчас почитаем и объединяем в одно лицо двух Меланий, двух на самом деле великих святых. Так вот, мы празднуем только память Мелании младшей, которая скончалась в Иерусалиме в 439 году, вернее, скончалась она в Вифлееме. Но спутницей Пресвитера Руфина была ее родная бабушка, тоже святая, Мелания старшая. Это была, конечно, совершенно потрясающая, удивительная женщина. Во-первых, надо сказать, что она владела чуть ли не половиной Римской империи. Она относилась к одному из самых богатых родов Римской империи. Ей принадлежали огромные земли, земельные участки и хозяйство во всех уголках буквально Римской империи. Это была богатейшая, знатнейшая женщина Римской империи. В IV веке она принимает христианство, проникается им настолько глубоко, что посещает даже самые уединенные монашеские пустыни. Известна так, например, ее дружба с преподобным Макарием Великим. И именно ей Макарий Великий подарил ту овечью шкуру, которую ему в благодарность принесла Гиена за исцеление своих слепых детенышей. Это такой известный эпизод из жизни Макария Великого. Но вот та самая шкура, которую благодарная Гиена принесла ему, он подарил как раз-таки Мелании старшей. И надо сказать, было за что. Потому что Мелания явилась такой очень могущественной покровительницей для египетского, да и не только египетского монашества, в те времена, когда на него обрушивались гонения со стороны язычников, языческих императоров или императоров-еретиков. И вот эта самая как раз-таки Мелания старшая поселяется с Руфином на Элеонской горе. И это не просто какая-то такая вот избалованная римская матрона, богатая, которая пришла в голову, такая странная блаши, подружиться с монахами. Нет, она не просто дружила со святыми, эта женщина сама была образцом подлинной святости, преподобия настоящей монашеской жизни. И это проявилось в частности тем, что она в обители Иннокентий-Италийца однажды просто своей молитвой и прикосновением исцеляет больного иродиакона, которого звали Ивагрий Понтийский. И Ивагрий Понтийский — это именно один из тех так же знаменитых святых отцов добротолюбия, который оставил на многочисленные свои богословские сочинения. Вот он в своей такой монашеской молодости, которая прошла на Иллионской горе, был исцелен богатой римской матроной и в то же время монахиней по духу, по душе преподобной Мелании-старшей, к сожалению, которую мы сейчас не почитаем, поскольку для нас она оказалась несколько так в тени своей знаменитой внучки Мелании-младшей. Мелания-младшая тоже подвизается на Иллионской горе, правда, в несколько более позднее время. Если жизнь ее бабушки и подвиги приходится там на вторую половину IV века, то Мелания-младшая поселяется здесь вместе со своим мужем Пиньяном или Апиньяном, также представителем римской аристократии. В конце IV века проводит почти полувека в трудах, в подвигах и умирает в 439 году. Мелания и Апиньян создают, будучи мужем и женою, они все то, что им осталось от несметных сокровищ их предков, тратят на строительство храмов, монастырей по всей Римской и Византийской империи и сами основывают собственные монастыри, Апиньян, естественно, мужской, а Мелания женский, но на той же Иллионской горе. Именно Меланию-младшую почитает за свою духовную мать императрица Евдокия, супруга императора Феодосия Великого, которая в это время была сослана сюда, в Иерусалим, проводила здесь дни своей жизни в изгнании, в ссылке, и в то же время обустраивая Иерусалим и его монашеские обители, хотя некоторое время Евдокия, подверженные ереси монофизитства, покровительствуют и монофизитским монастырям. К сожалению, составитель жития и святой Мелании-младшей, и ее супруга Апиньяна, архимандрит Геронтий, также уклоняется вместе со своей обителью, начальником которой он является после смерти Апиньяна, он уклоняется в монофизитство, но усилиями императрицы Евдокии очень многие из монахов, из иноков Иллионской горы все-таки исправляют свою ошибку, возвращаются в православие, и на Иллионской горе совершается в V веке великое торжество соединения большого количества обителей, уклонившихся в монофизитскую ересь, со своими православными собрателями Святой Иерусалимской Церкви. Тогда же, в V веке, на Святой Иллионской горе подвизается еще очень интересный представитель монашеской братья, ну или сестричества. Это преподобная Пелагея, бывшая будница Антиохийская. Надо сказать, что в те времена, несмотря на расцвет христианства, язычество было еще достаточно сильным, и такая профессия, как гетера, как такая высокообразованная блудница, которая могла и поддержать образованную беседу, и играть на музыкальных инструментах, и танцевать, и вообще вести такой особо утонченный образ жизни, быть законодательницей мод, было как раз-таки таким явлением достаточно распространенным. И вот в V веке епископ Нон однажды собирается, Святой Старец собирается с прочими епископами Антиохийской Церкви на церковный собор. Ну, в те такие времена патриархальной простоты собор этот происходит не в каком-то там роскошном зале церковных соборов, а просто во дворике, за чашей воды, и, сев кружок, прямо на улице, во дворе, епископы городов, прибывшиеся вместе в свою митрополию, обсуждают церковные дела. В это время по улице разливается благоухание, звон украшений имманист, и мимо чина сидящих в кругу епископов проходит знаменитая блудница Пелагея в окружении большого количества своих почитателей. А надо сказать, что в те времена вот эти блудницы, гетеры, они, ну, как и сейчас, в общем-то, некоторые представители этой профессии, которые собирают лайки и фан-клубы в соцсетях, в то время, так сказать, приобретали тоже немалые богатства, миллионы целые по тем временам через своих почитателей, которые были готовы украшать предмет своего обожания за мимолетно брошенный на него взгляд, преподносили драгоценнейшие подарки, дорогих скакунов, имение только за право провести с какой-то вот такой выдающейся гетерой ночь. И вот подобного рода властительницы дум, они никогда не появлялись на улице в одиночку, за ними следовал целый шлейф их верных и преданных почитателей. Ну, чтобы не видеть всего этого безобразия, а надо сказать, что одевались подобного рода женщины, ну, довольно-таки откровенно, что, в общем-то, являлось частью допустимого для них, что называется, дресс-кода, все епископы богочестиво отворачивают свои лица, отшествующие мимо блудницы, и только епископ Нон долгое время пристально смотрит ее вслед. И когда прочие владыки задают ему вопрос, почему же он не отвернул своего лица от столь бесстыдного зрелища, епископ Нон говорит, что «Братья мои, глядя на нее, я думал о том, сколь много эта молодая женщина употребляет усилий для того, чтобы понравиться своим воздыхателям. Я не прилагаю и десятой части таких усилий для того, чтобы моя душа, невеста Христова, понравилась своему вечному жениху. И скажу вам, братья, эту великую красоту Господь обязательно взыщет и ведет в свое небесное царство», изрекает епископ Нон о будущности этой знаменитой блуднице. И действительно, по его молитвам, по его такому удивительному духовному прозрению, Пелагея, эта богатая блудница на пике своей популярности вдруг чувствует раскаяние, она вдруг чувствует потребность духовной жизни, приходит в храм, требует крещения. И епископу Нону перед этим снится, что некая грязная голубица влетает в храм, начинает метаться там от одной стены к другой, пока, наконец, епископ ее не ловит, не погружает в купель, и оттуда она вылетает уже совершенно чистой. И вот именно эта нечистая голубица, Пелагея, жемчужина приходит в храм, ищет епископа Нону, ищет крещение, уговаривает, и в качестве испытания, для того, чтобы проверить подлинность ее такого намерения, епископ Нону велит и все вот те свои сокровища, которые она приобрела многолетними трудами, так сказать, по обольщению своих почитателей, она принесла и до последней золотой и серебряной монеты отдала на нужды храма, на нужды церкви. Она без колебаний немедленно это исполняет. Он крестит ее, не дожидаясь периода оглашения, и вручает ее благочестивым старицам, для того, чтобы те учили Пелагею основам христианской жизни. Но Пелагея проводит буквально несколько дней с этими старушками, а затем исчезает из славного города Антиохии. Недоброжелатели потом упрекают епископа Нону за то, что он вот так быстро покрестил блудницу, прельстившись ее богатствами. Ну, епископ, он знает, в чем дело, поскольку это открыто ему святым духом. И вот Пелагея уходит в Иерусалим, поселяется на Леонской горе под видом евнуха. Надо сказать, что в то время довольно много было таких женоподобных монахов, поскольку было довольно много евнуков, то есть людей, которых с детства растили, ну, вот как таких существ бесполых, как правило, совершалась такая необходимая операция еще в детстве, и поэтому, так сказать, пол не меняли гормональными средствами, не умели, но вот благодаря такому хирургическому вмешательству в раннем возрасте добивались того, что гормональное развитие приводило ребенка к такому же на подобном виду. Многие монахи, многие настоятели монастырей не принимали таких монахов к себе в свои обители для того, чтобы не вызывать какого-то соблазна, и зачастую для вот таких вот евнухов, а их было довольно много, и многие из них приходили вполне искренне в христианство, строились обители, особо обители евнухов, ну, или были монастыри, в которые они принимались на общих с другими условиях. Евнух Пелагий поселяется в Иерусалиме на Орионской горе буквально в нескольких шагах от места вознесения и затворяется там в келье, становится затворником невероятно строгой жизни. Спустя годы затворник Пелагий прославился своей прозорливостью, даром чудес, чудотворений, так что один из диаконов Антиохийской церкви, совершая паломничество в Иерусалим, беседует с ним через окошко его маленькой затворнической кельи и из беседы понимает, что этот затворник некогда был связан с Антиохией. Получив духовное утешение от этой беседы, он на обратном пути после посещения святынь вновь приходит в келью затворника Пелагия, однако не получает никакого ответа. войдя в его келью, отцы обители только сейчас узнают, что затворник Пелаги на самом деле был бывшей знаменитой антиохийской будницей Пелагии. Вот эта келья святой Пелагии до сих пор находится в непосредственной близости от места вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Над ее кельей была построена византийские времена часовня, под которой находилась почитаемая гробница этой бывшей директрисы Палисании Бесовских, как ее называют житие Дмитрия Ростовского, а впоследствии крестоносцы возводят там и небольшой храм в честь святой Пелагии. Мусульмане перестраивают ее в мечеть и посвящают это место одной из таких знаменитых и очень ранних наставниц духовного движения суфизма Ум Хейрабии, такой духовной матери делателей суфийского мистического пути. Но православные христиане продолжают почитать это место и почитать преподобную Пелагею на ее праздник, который совершается в октябре. Туда, как правило, сходятся все служители Иерусалимской Патриархии, совершается там молебен, и вот эта гробница Пелагеи, которая находится под мечетью, в таком глубоко вниз ведущем по лестнице помещении, стараются обойти эту каменную гробницу Пелагеи, для чего приходится так протискиваться вдоль стены, вот такая местная благочестивая традиция Иерусалимской Православной Церкви и память Святой Пелагеи до сих пор очень так торжественная праздничная чтица совершается в Иерусалимской Церкви. В шестом веке также одним из знаменитых основателей одного из монастырей на Иерусалимской горе был преподобный Аврааме византиец. О нем, о его монастыре повествуют несколько преданий истории из другого знаменитого сборника «Житие и высказание святых отцов из труда преподобных хана Мосха и Сафрония патриарха Иерусалимского лимонарь лук духовный. Этот Аврааме византиец впоследствии после того, как был настоятелем основателем своего монастыря на Иерусалимской горе был настоятелем знаменитой церкви Неа Феотокия новой церкви Богородицы построенной императором Юстинианом это величайшее было сооружение церковного Иерусалима требующее отдельного рассказа о себе а впоследствии был епископом города Эфеса и так на Святой Иерусалимской горе подвизается огромное количество православных подвижников в том числе оставивших заметный значительный след своими деяниями своими добродетелями своим житием вообще в истории всей православной церкви не только церкви Палестины но к сожалению вот этому великолепию духовному богатству духовному сокровищу которые веками собираются на склонах Элеонской горы неожиданно в начале 7 века в 613-14 годах его к сожалению постигает тяжелейшая пагуба во время нашествия персов персидского императора Хасроя Второго Парвиза вся Элеонская гора все ее монашеские обители оказываются истреблены хронист горестных событий этого нашествия монах Лавры Святого Савы Антиох Стротик сам по всей вероятности бывший некогда военачальником судя по его имени оставляет подробнейшее описание о тех бедствиях и разорениях которые принесла персидская армия с собой святым местам на Святой Илеонской горе было найдено более 1200 трупов христиан большая часть из которых принадлежала монашествующим об одной из монахини многочисленных женских монастырей располагавшихся на Илеоне Антиох приводит следующее такое очень драматическое повествование персы захватив Илеонскую гору подвергают насилию и жестокому убийству монахинь которые подвязаются в этих монастырях в особенности естественно нападая на монахинь молодых и еще сохранивших свежесть и телесную красоту одна из таких инокинь которую персидский воин считая своей добычей пытается утащить в укромное место для того чтобы растить девственности предлагает ему такой обмен она говорит ему что у нее здесь собой есть чудесное чудотворное масло необычайно редкое это масло может защитить того кто им намажется от любого вреда от любого оружия ни меч ни стрела ни копье не смогут нанести ему никакого вреда и она готова отдать персу это масло в обмен на то что он отпустит ее сохранив в целостности и непорочности ее душу и тело не желая принимать такой обмен без каких-то гарантий перс требует подтверждения того что это действительно так хорошо говорит ему инокиня я намажу себе шею а ты ударь по ней мечом и увидишь что твой меч не принесет мне никакого вреда перс соглашается инокиня намазывает свою свою вывез свою шею маслом и первый же удар персидского меча отсекает и голову поскольку естественно все это задумано было для того чтобы сохранить в неприкосновенности ее чистое иноческое тело от растление грубо персидским воинам антиох стратик приводит ее в пример как образец такой чистоты до последнего вздоха и стремление скорее пострадать чем лишиться верности своим иноческим обетам с большим трудом обители Елеонской горы восстанавливаются после этого тягостного разорения возвращается тот крест Христов который уносит собою в персидское пленение Патриарх Захария который кстати говоря с вершины Елеонской горы бросает свой последний прощальный взгляд на разоренный святой город Иерусалим уходя в персидское пленение из которого ему уже не довелось вернуться и на короткое время пускай не в том же великолепии жизнь иноческой на Елеонской горе возрождается вновь но в скором времени как мы знаем Иерусалим попадает в трехлетнюю осаду уже со стороны вновь появившейся угрозы мусульманского завоевания и естественно Елеонская гора становится совсем не тем местом на котором безопасно подвязаться монашествующим так монашеская жизнь Елеонской горы к сожалению на долгое время приходит в упадок и запустение прекращается до краткого периода вступления в обладание святой землей крестоносцами которые как мы знаем восстановив храм вознесения строят рядом с ним и укрепленный монастырь который служит одновременно и пристанищем для монашествующих и крепостью которая охраняет ближайшие подступы к Иерусалиму и с вершиной Леонской горы позволяет контролировать ведущие Иерусалим дороги однако к концу XII века после завоевания Иерусалима с Аллахаддином и последнее иноческое присутствие на святой Леонской горе к сожалению сходит на нет прекращается это славная страница истории расцвета византийского православного греческого ну и отчасти католического монашества на святых местах Леонской горы и Гефсимании для того чтобы вновь открыть эту страницу уже намного более позднее время уже более приближенное к нашему времени в XIX веке вновь начинают возрождаться святыни и монашеские обители Леонской горы но об этом мы с вами побеседуем уже в следующей беседе нашего цикла внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео видео